Салют! Хочешь узнать, кто носит имя самого крутого хроматического браузера в игре? Тогда скорее усаживайся поудобней, ставь лайк и приятного просмотра! Итак, в этом ролике мы выясним, кто же самый крутой хроматический боец, начиная с первого сезона, то есть уже 6 хроматических бойцов вышло, почти год с момента первого сезона. Первый сезон Бравл Баззен назывался Базар Тары, и был добавлен в игру 13 мая, сейчас 26 апреля, то есть там 2 с половиной недели, и уже будет год, как вышел первый сезон. Но в первом сезоне, как ты знаешь, хроматическим бойцом был Гейл. Да, все-таки когда удивились, воу, что-то новое, новая редкость бойца, но и сейчас мы выясним, кто же самый крутой хроматический боец. Начиная от Гейла, заканчивая Бель, уже 6 хроматическим бойцом, сейчас мы выясним. Итак, Гейл у нас самый, ну не самый, один, а из самых живучих именно хроматических бойцов, то есть у него достаточно много ХП именно на 10 силе, то есть в районе там 5000, в то время как у второго хроматического бойца у Вольта даже меньше, по-моему, 4000, где там 3800, поправьте меня в комментах, если я ошибаюсь. Но и обязательно напишите, какой именно ваш самый любимый хроматический боец. Какой мой самый любимый хроматический боец, вы узнаете чуть позже, так что ни в коем случае не переключайтесь. Так, у нас там, друзья... Ой, зря я вышел на Пайпер, хотя нет, я ее... Да, все. Все, Пайпер минус. Ой-ой-ой, так, отбрасываем его. Окей, Биби, мы отбросили мощным снежным вихрем, а у нее на секундочку было 9 банок, то есть мы спасли себя от любого фейла. Ну а благодаря суперу Гейла мы выжили. Что можно вообще сказать? Он очень юркий и быстрый, то есть даже практичность, да, есть такой пункт в Бравле, практичность у него просто на максимуме. Ой-ой-ой, да-да-да, давай-давай, Биби. Нужно ее слушайте. Ой, нет-нет-нет, Нани, зачем ты ко мне-то пустила эту штуку свою? Да, она мне 2 800 снесла, но у Нани не так много банок, вроде как. Слушайте, я в ловушке. У них у всех, у Нани 4 банки, а у Биби аж 12 банок. Ну ладно, окей, мы сейчас посмотрим. О, они вроде сцепились, отлично, отлично. Так, мне нужно скорее туда бежать, чтобы помочь им. Вот так, друзья, да, топ-1. Есть, есть, друзья, топ-1. И мы занялись за Гейла топ-1. Кстати, как вам скинут этот щелкунчик? Окей. Первый, самый старший хроматический боец и сразу же занял топ-1. Кстати, у нас сейчас есть, во-первых, Пиннабель, и во-вторых, мы можем сейчас открыть большой ящик. Ничего не дрогнулись, ну ладно. Так я переходим ко второму сезону Бравл Пасса. Второй сезон, Лето с монстрами. Именно тогда выходит Вольт. И, кстати, мой любимый хроматический боец. Поставьте лайк, если вам он тоже нравится. Кстати, тут есть небольшая загвоздка. Если у вас нет этого гаджета, который просто великолепен, друзья. Он настолько крут. Гаджет называется, по-моему, телепортация. Или что такое? А, короткое замыкание. Или типа в результате. Короче. Ой-ой-ой, а вот это сейчас очень плохо. Да-да-да. Слушай, Шелли, ты украла мою банку. Это не очень хорошо. У меня еще мало хпшки. Так, окей, окей, окей. Все нормально. Без паники, без паники, без паники. Слушайте, вот смотрите. Гейл. С Гейлом все было отлично. О-ху-ху-ху. Там шибок, у которого три банки. Он дальник, а там еще Шелли. Слушайте, вольтяра моего что-то зажали по полной программе, по-моему. Так, нужно чекировать, как кусты. И нужно нафармить, скорее, супер. Супер трансформацию. Когда он трансформируется и становится быстрее, а потом еще увеличивается урон, увеличивается дальность урона. Так что телепортация это одна из главных фишек, пожалуй, вольта. О-о-о-о, нет-нет-нет-нет, ты меня убил из Шелли. Окей, шестое место мы заняли за вольта, в то время как за Гейлом мы заняли первое место. Хмм, так, окей. Окей, ну вольт, он тоже классный. Можно сделать поправку на то, что у него 21 ранг. Но мы можем уже переходить к третьему сезону Брал Пасс. Третье сезон Брал Пасс. Парк Стар. И именно тогда выходит бравлер Колет. Хроматический боец Колет. Реально что-то новое. Этот боец отличался от всех предыдущих. Тем, что ее атака называется на локное здоровье. Колет бросает снаряд, урон которого составляет 37%. То есть изначально 37% от здоровья игрока в момент попадания. То есть она сносит всегда 37% от его ХП. То есть если у него 10 тысяч здоровья, 10 тысяч ХП, она ему сносит 3 700. Если у него в два раза меньше, она и сносит в два раза меньше. Короче, всегда сносит 37%. В этом ей главная фишка. И давайте сейчас эту фишку обязательно протестируем в боевых условиях. Так, погнали. У нас, правда, сейчас не самая лучшая карта. Кстати, напишите в комментах, какая ваша самая любимая карта брала Старс. Именно в ШД. Слушайте, там Динамайк. Он по-любому сейчас бросит, как бы. А, вон он бегает. Сейчас Динамит бросит на меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем я на кольта пошел? Хотя ему снес... Хорошо, так здоровье. И он промахнулся ультой. Мне повезло очень. Ой, а там еще и Динамайк. Хорошо, он сейчас Динамит им не попал по мне. Вот это прям мега везение сейчас было. Так, слушайте, я не знаю, что делать. Удирать или что мне сейчас делать? Но мы можем ему сейчас снести урона. И еще сейчас, и еще снести. Есть. Динамайк ему вынесли, отлично. Кстати, вот этот Супер тоже очень классный. Когда она прям пролетает на противника, снося ему очень многое здоровья. И потом, возвращаясь обратно, тоже сносит МХП. Так, слушайте, тут еще халявные баночки. Отлично. Пять банок и буллита. Нет, четыре банки все же, да. Не стал я рисковать против булла. Это было бы слишком глупо. Вот, видите, я обратный. Да, минус булл. Мы возвращаем себе аж сразу три банки из столкновения против Эмс. А у Эмса, друзья, восемь банок. Хе-хе. Так, слушайте. Так, не нужно сокращать дистанцию срочно. Ой, как она сейчас глупо поступила. Да, топоги. Хорошо, когда она себя показала тоже очень круто, так же, как и Гейл. Нам еще прилетело немало с нее жетонов. Но мы можем переходить уже к четвертому сезону Бравл Пасса. Четвертый сезон Бравл Пасса назывался Веселые Каникулы. И тогда вышел Бравлер Лу. Такой снежный боец, кстати, очень похож на Гейла. То есть он тоже, как бы, гуляется снежками. Замораживает, в общем-то. У меня есть такой классный скин Короля Лу, который дают на последнем уровне уже Бравл Пасса. Так что я сейчас возьму обязательно его. Мы уже протестили половину хроматических бойцов. Это Гейл, это Вольт и это Коллет. Окей, за Вольта мне не очень повезло. А вот за Коллет и Гейла, кстати, мы сейчас сражаемся как раз-таки против Гейла. Мне повезло очень неплохо. Так вот, сейчас АФКшет. Отлично. Так, минус один, плюс банка. Есть. Мне это нравится. И уже топ-5. Ух, слушайте, а там? А там Эдгар. А там Эдгар. Так, Эдгар с кем-то сражается. Может быть, сейчас можно будет как-то подлететь. И что-то им да сделать. Так, смотрите, мы сейчас кидаем вот это. Он сейчас будет замораживаться же постепенно еще. Так, ой, он сейчас к нам подлетит. О, нет, мы его убили. Кстати, очень глупо то, что он сейчас не использовал свою ульту. Это сейчас было очень странно. Он мог бы ко мне подлететь и просто моментально бы меня вынести. Но он это не сделал, друзья. Почему? Вот это вопрос. Почему? Хороший вопрос. Но мы сейчас сражаемся, получается, против Мортиса. Ой, там СТУ. Так, новый Бравлер тоже. Спраута выносим. Отлично. Еее! С Тимбалу возвращается. Так, Луимба, пока что. Слушайте, мне очень нравится. Есть. Так, кидаем этот Тайфун. СТУ-то куда-то улетел. СТУ куда-то улетел. И тут Мортис. Я против Мортиса сейчас. Но он меня... Но он меня пытается развести, друзья. Так, 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 так. Слушайте, кидаем скорее заморозку вот этого Тайфун на СТУ. И замораживаем сейчас Мортиса. Замораживаем? Нет, не замораживаем. Очень, очень плохо. Так, мы его убиваем. Мы его убиваем. И сейчас убиваем также СТУ. Давай, 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 давай. Нет. Да! Слушайте, стоп. Поражение? Поражение или победа? Пожалуйста. Да. Топ-1, друзья. Уже три топ-1. Гейл, Калет и Лу заняли топ-1. Пока что немного подкачал только Вольт. Вольт занял только шестое место, но окей, мы можем уже двигаться дальше, уже к предпоследнему сезону Бравл Пасса, пятому сезону. Самый космический сезон Бравл Пасса. Космоопера старый. И хроматическим бойцом является Генерал Гавс, Генералиссимус Гавс. Готов сейчас идти в одиночные столкновения и доказывать то, что он самый лучший хроматический боец. Или нет? Сейчас мы его окей проверим. Но, кстати, у него механика стрельбы тоже очень классная. Мало того, что он рикошетит, как рикот, так у него еще и двойной снаряд. Супер у него кидает авиапоставку, которая может как нанести урон, так и помочь союзникам. Помочь союзникам дополнительным уроном и хпшкой. Так, слушайте, там Бэль, там Бэль. Уже следующий хроматический боец. Да ладно, она стрелять умеет? Так, 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 так. О, сейчас сокращает дистанцию с Сэмс. Ой, это было глупо. О, это было глупо. И так же шестое место, как за вальта мы занимаем за генерал Габсу. Я сейчас сам зачем-то полез против Эмс, когда там были вокруг еще и другие бравлеры. Окей, мы сейчас можем передвигаться уже к последнему сезону Бравл Пасса. Шестой сезон. Банда золотой руки, свежевышавшись прям совсем Бравл Пасс. Мой хроматическим боецом там является Бэль. У него очень классная пушка, да. Но проблема в том, что после выстрела там проходит, видите, задержка. Пока она его перезарядит, в общем-то... О, слушайте, там другая еще, Бэль, она хочет за Тиммису. Так, ну я думаю, не выйди, дорогуша. Я думаю, не выйди. Давай-давай-давай, Бэль! Один раз попади. Е-э-э-э-э-э-э-э-э-э-эс. Бэль versus Бэль. И мы победили. Это хорошо. Собираем еще одну баночку. Так-так-так-так-так-так. Топ-7 уже? Слушайте, Бэль, давай, докажи, что ты самый последний, самый новый, самый навороченный хроматический боец и займи топ-1. Будет очень классно Так, ладно, мы собираем банки Пока их всякие Эльпримусы не собрали Ой-ой-ой, Эмс, нет! Слушайте, слушайте, слушайте Нет-нет-нет-нет-нет Опять топ-6, серьезно? Опять, друзья, по-моему, да, или пятое, или шестое место Также шестое место Ну, если бы это Эмс не помешало мне Я думаю, я бы занял также топ-1 Но, в общем-то, что я могу сказать Очень хорошо себя показала в этом сравнении Кэлли То есть, именно из всех бравлеров она мне понравилась больше всех Но все же, кто самый лучший бравлер, вы напишите в комментариях Ну, и также не забудьте поставить лайк И подписаться на канал Всем удачи и всем пока-пока!